Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Этот влог должен был выйти раньше, чем влог, который вышел вчера. В общем, я надеюсь, что вы окончательно не запутались, но все равно удалять влоги я не хочу, потому что мне их жалко. Еще под моими влогами того канала все пишут, когда будет перевод. Хоть эти видео не набирают супер много просмотров, все равно мне жалко их удалять. Я подумала, ничего страшного, выложу хоть и поздно. В общем, сегодня мы идем на процедуру кератина, и я, честно, не думала, что это займет настолько много времени, поэтому даже не смогла ничего заснять. Полосы у меня, как вы видите, ужасно ломкие, сухие, все потому, что постоянно воздействие фена и керлера. А еще я просто обожаю выливать на себя ведро лака. На улице достаточно пасмурная погода, но, несмотря на это, естественно, я иду на процедуру. Мукбанки уже рассказывала про это, и многим не понравилось, что на такие съемки меня отвозит мой парень, помогает мне в чем-то, что здесь такого, я не понимаю. Некоторые подписчики в комментариях писали, мол, это как-то эгоистично. А я считаю, что помощь друг другу это супер. В общем, сегодня я надену вот эти брюки, которые я заказывала с Тренд Йол, это бренд Тренд Йол Мила. К сожалению, я решила их отрезать, отдала швеей и получилось слишком коротко. И теперь это смотрится просто ужасно. Но тут был косяк не швеи, а мой. Я примерила их в кроссовках, и мне показалось, что нормально, решили отрезать, а потом оказалось, что это очень коротко. Именно у Тренд Йол Мила очень длинные джинсы, точнее, ну, на мой рост всегда мне они длинные, мне всегда приходится их подрезать, поэтому я у них больше брюки не заказываю. Обычно со своим ростом после переезда в Азербайджан я перестала вообще срезать брюки, потому что в России постоянно проблема была, потому что там девушки намного выше, чем здесь. А эту игрушку нам с Твиксом подарила моя подружка и нас, если ты смотришь, огромный тебе привет. Где-то, наверное, года два назад она заказала с Файлберрис вот такую вот штучку, это настолько удобно, ее можно заряжать просто через, ну, обычную зарядку. Мы, кстати, не опаздывали, я переоделась, надела футболку оверсайз и взяла миниатюрную мини-мини сумочку. И да, девочки, это не детские сумки, вы можете зайти на тему и посмотреть описание. На фотографии у модели тоже видно, что модель это не ребенок, и продается она на тему не в детском разделе. Да и плюс ремешок у нее очень длинный для детской сумки, зачем такой длинный ремешок? Теперь, пожалуй, давайте выберем бижутерию. Кстати, моя мамочка также является моим постоянным зрителем, просто обожает мои влоги и также пересматривает влоги с переводом. И она, в свою очередь, сделала такое небольшое замечание, которого я никогда не видела в комментариях. Она говорит, что эти влоги я озвучиваю слишком быстро, как будто читаю рэп. Намного, конечно, проще говорить медленно и спокойно, меньше слов можно так сказать и думать особо не надо. Но это просто чисто мое предпочтение, я очень не люблю, когда блогер тянет. Я люблю, когда быстро, коротко и по делу. Поэтому, следовательно, стараюсь таким же образом и озвучивать свои влоги, а вы ваше мнение обязательно пишите в комментариях. Может, все-таки мне стоит медленно говорить, чтобы всем было удобно слушать? Девочки, как же мне нравятся эти миниатюрные сумочки, я просто таю, когда я их вижу. Правда, в эту сумочку вообще ничего не помещается и сложно ее вообще назвать сумочкой. В этот день в городе из-за формулы 1 были ужасные. Просто пробки еще везде ремонтируют дорогу. Мы доехали, можно сказать, за час. Скажу сразу, я осталась безумно довольна процедурой кератина. У меня вообще изначально волосы не особо пористые, а ровные. Ну, не прям идеально ровные, но немножечко с волной. Я, конечно, прекрасно понимаю, что это чисто косметическая процедура, но все же. Она экономит каждый день минимум 30 минут. В следующем влоге обязательно вам покажу результат. Вышла из салона, пока ждала парня, решила немножко прикупить кормов для Твиксика. Что-то вкусненькое ему надо. Он у нас, кстати, тот еще Близир. Я взяла разные вкусы. Он больше всего любит пробаланс, которого не было, поэтому пришлось взять вот эти. И, короче, обратно мы попали в такую пробку. Мы стояли просто настолько долго. Еще плюс салон находится в самом центре города. А я просто живу на другом конце города. И попали в час пик, еще дороги перекрыты. Но зато оно того стоило, потому что результат просто сногсшибательный. После съемок этого видео прошло где-то дней 10, но до сих пор потрясающий результат. А вообще, если честно, этим влогом я очень недовольна. Получился какой-то оттуда-отсюда чуть-чуть, но все равно удалять мне его было жалко. И решила ничего страшного переведу. Мне писали, что после кератина некоторые сталкивались с выпадением волос. У меня таких проблем не было. И тут уже я здесь на следующий день распаковываю посылку от тему. Каждый раз под видео я оставляю для вас ссылку на скачивание приложения. Если вы скачаете его по моей реферальной ссылке, то получите пакет купона. В разных странах он разный. По-моему, в Грузии самый большой 100 долларов. У меня есть такая проблема, про которую я вам говорила и в видео. Всегда тональные мне темные. Поэтому обычно я смешиваю осветляющие капли и свой тональный. Либо покупаю тональный очень светлый. И это каждый раз мне удобно смешивать чуть-чуть этого, чуть-чуть того. И я решила купить вот такой вот органайзер. И залить сюда то количество тонального, которое мне нужно. И светлого и темного, чтобы получить идеальный тон для меня. Кстати, я так и сделала. Это очень удобно. Также у меня есть крем от PiaDerma в огромном объеме 500 мл. Один такой органайзер нужно заказать и для него. Чтобы таскать с собой, когда я еду в деревню. Стоил он, по-моему, 2 доллара. Что-то в районе этого. Так как нигде не смогла найти кисточку для подводки, которая нужна мне. Поэтому решил рискнуть и заказать систему 2 подводки No Name. Вроде как отзывы были хорошие. Еще плюс. Стоили они не настолько дешево. То есть что-то в районе 3-4 долларов они стоили. То есть это не совсем полцента за подводку. В принципе, в масс-маркете также стоят и другие бренды. Просто кисточка, которая нужна была мне, ее я нигде найти не смогла. Поэтому заказала. Скажу сразу. Уже прошло немного времени. Я успела попользоваться. Мне качество не понравилось. То есть, в принципе, пользоваться можно, но для меня это не идеальная текстура. Поэтому после этого видео по рекомендации своей подписчицы, она постоянно покупает отнот подводку с точь-точь такой же щеткой, точнее кисточкой, я заказала уже на Trendyol сразу 3 штуки. Как только придет, обязательно вам покажу. Ну а так, продукт на троечку, в принципе, пользоваться можно. Уже где-то на протяжении недели я ее пользуюсь. Вот жду, когда же мне придут мои отнот. Ну а так, если покопаться на тему, есть также официальные магазины, например, Минесо, Невея. Также есть официальный магазин Мислин. Поэтому, если вам все это нужно, можете заглядывать. Но Невею стоит дороже, чем у нас, например, в супермаркетах. Здесь изначально мне пришла кисточка, которая была бракованная. Как вы видите, на ней была какая-то наклейка, то ли клей, непонятно что. В общем, еле отодрала. И самое главное, девочки, из-за чего я делала заказ, хотя вы, наверное, уже во влоге видели, но этот влог должен был выйти позже, чем это видео. Просто он был готов. Я думаю, блин, долго уже не было видео и решила закинуть вам, поэтому получается каша. А это на экране вы сейчас видите мой промокод, по которому вы можете получить 30% скидку. На абсолютно все, если вы сделаете заказ в течение 24 часов после скачивания приложения. Но эта скидка дается только на первый заказ, учитывайте этот момент. Этот костюмчик стоил 20 долларов, и мне по качеству очень понравился, и отзывы были хорошие. Я решила его заказать, их взяла немножко на вырост, так как у подруги сын еще совсем маленький, зимой как раз ему будет в пору. Был в двух расцветках, я решила взять зеленую, она была более популярна, больше человек заказали зеленую, а так, в общем, качество мне очень понравилось. Детской одежды там много, но сказать, что она прям сильно дешевая, нет. Мне кажется, качественные вещи там тоже стоят не настолько бюджетно. Этот костюм идет на 6 месяцев, как и написано, как и написано на этикетке, так скажем, но мне кажется, он немножко больше мерит. В предыдущем влоге вы наверняка уже видели, я уже успела и подарить, и очень понравился костюмчик, но носить будут еще не скоро. Вообще, я вам говорила, я очень люблю дарить подарки, получать подарки просто без повода, это настолько приятно. Предыдущая подводка еще куда не шла, а вот эта мне вообще не понравилась в использовании, то есть она очень быстро стирается, от нее остается такой блеск немножко. Вот эта, кстати, стоила 5 долларов, я еле открыла, но кисточка хорошая, надо признать, но само качество не очень. Но вы знаете, еще не факт. Иногда бывает такое, что при распаковке, например, я смотрю на вещь, и она мне совершенно не нравится. А потом проходит время, и я вот пользуюсь, пользуюсь, и она мне начинает все больше и больше нравиться. Поэтому, наверное, полноценные свои отзывы об этих подводках, можно сказать, уже спустя какое-то время. И даже в комментариях, когда потом в инстаграме я ругаю какой-то товар, мне начинают писать, ты же вроде хвалила. Да, возможно, изначально при первом впечатлении мне что-то понравилось, потом со временем мне не нравится, или же наоборот, это нормально. Так что, если мои показания не сходятся, просто не обращайте внимания на это. В прошлый раз заказывала колготки, качество мне понравилось. Вообще, колготки сразу берите много штук, я пробую каждый раз разные, и каждый раз мне нравится качество. И теплые колготки на зиму стоят намного дешевле, чем у нас здесь в городе, и капроновые можно брать сразу несколько штук. Я просто на пробу брала разные, чтобы определиться, какой именно мне нравится. Так как я худенькая, в принципе, мне азиатские колготки подходят. Но я думаю, что если вы плюс с девушкой, даже большой размер вам не подойдет. А в основном они идут стандартные. И последние два пакетика. Здесь бижутерия, браслет и брелок. Вообще, вот эти кусочки я быстро-быстро снимала, потому что обещала неделю влогов, и каждый день мне должен был выйти влог, и я не успевала. Поэтому хорошенько подснять, к сожалению, не получилось. Браслет этот стоил на супер скидки. Очень дешево, но и качество оставляет желать лучшего. Мне кажется, он очень быстро потемнеет. Но посмотрим. Пока что никуда не носила, но смотрится пока что красиво. Ну а брелок для ключей мне давненько был нужен. Я где-то года три назад, Шейн, заказывала себе один брелок, и он у меня уже в ужасном был состоянии. На этом уже все. Буду закругляться. Так как сегодня вышел еще и мук-панк, будет еще и этот влог короткий. Хотела бы вас попросить, кто не подписан, буду очень признательна, если вы нажмете на эту красную кнопку и сделаете ее серой. Для вас это всего лишь одно нажатие, а для блогера это действительно очень важно. Берегите себя, всех целую, пока!